город активно застраивается везде и стройки потихоньку население пополняется переночевали вот в таком комплексе который свежесданный ЖК Арман называется вдали строится туркестанский областной медицинский центр Туркестан в 16-18 веках он был столицей казахского ханства располагаясь на стыке кочевой и оседлой культур на пересечении торговых путей в этом городе проходили величественные церемонии вступления на престол ханов с участием представителей других государств основная трасса Великого Шелкового пути по территории Казахстана пролегала через юг страны от границы Китая торговые караваны двигались через города Сайрам, Яссы, Атрар, Тарас, далее в Центральную Азию, Персию, на Кавказ и оттуда в Европу также были и другие маршруты Великого Шелкового пути с западного Китая пролегает по территории современного Цинцяньвикурского автономного района начиная с Кашкара путники спускались на запад к Самарканду или на юг в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря Через 600 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево Дневное время комплекс караван-сарай выглядит как будто декорация из фильмов похожая на Ближний Восток сзади комплекса вот такая вот дорога, все еще строится и также здание устроят новые Ближний Восток 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Прибыли в мавзолей Арстамбаба Находится 60 километров от города Туркестан В городе Отрар, по-моему В основном эти места посещают паломники Мавзолей на могиле учителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссави Религиозного мистика и проповедника Арстамбаб Расположен в 150 километрах от города Шымкент Недалеко от города Отрар Из села Шаульдр Отрарского района Является памятником архитектуры И одним из главных мест посещения мусульман региона С 1982 года находится под охраной государства Мавзолей Арстамбаб Знание относится к среднеазиатской купольной архитектуре В плане оно вытянуто прямоугольное одноэтажное с двумя куполами По бокам главного фасада расположены две башни При входе имеется портал В основном композиция относится к традиционному типу Дом-коржун Вход и вестибюль расположены в центре здания А по обе стороны от него расположены служебные помещения Другие колонки Другие дwayivers Алещы Прямая Вот такое вот расстояние дороги, платная дорога. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok